Ну вот такое небольшое видео, правда, я его еще не обрабнула так, чтобы вы видели, какие эмоции Ирина увидела, когда мы вообще первый раз с ней пересеклись. Когда мы только зашли на вокзал в этих костюмах, у нас все, вы куда, вы кого встречаете, мы всем говорим, ЗУР начальник приезжает, и все как бы ждали, что за начальник, что за начальник, и все думали, ну и все ждали, какой же все-таки начальник приезжает. Так, и дальше, что было? Первая фотосессия наша, и естественно, вот как мы... Блин, не то, сейчас, секундочку. Мы записываем, мы записываем. Ну, в общем, мы сейчас у нас специально, потому что маленькая, национальная, мы сейчас, обязательно, не забудьте, не забудьте, тоже, чем национальный, что это вот это, чак-чак. Продолжение следует... Продолжение следует... И вот эти вот слова Ирины, меня так никто не встречал, вообще нас так приятно удивили, потому что действительно все, что мы делали, нам хотелось доставить ей удовольствие, чтобы ей понравилось, только как она вступила на нашу землю, чтобы она уже все, все пришла и все, как бы здесь круто, хорошо, ну все же, значит, как тебя встретили, вот, да, чак-чак настоящий, заранее я за пару дней маме сказала, давай чак-чак, она все организовала, все сделала, чтобы все было как положено, да, и вот для нас в эти дни как целое событие в жизни, приятный такой момент и себе, и друг другу, достать такие неизгладимые впечатления, встретиться с живьем, с командой, впервые в жизни увидеть Ирину, я ее вообще никогда нигде не видела, только в онлайне, да, для меня это вообще, для нас это был настоящий праздник. Конечно же, этот праздник дополнился еще дополнительно полезной информацией, которую мы все прекрасно знаете, мы ее знали в большинстве, но это совсем по-другому звучит, когда ты видишь живой вебинар и можешь задать сразу же вопрос, получить на него ответ, неизгладимый, вообще все очень-очень супер. Так, и, секундочку, и, на второй день, как приехала Ирина, мы проводили планерки, немножечко проехались, посмотрели город, и у нас была встреча с ключевыми партнерами с командой, да, это вообще очень супер, когда планерка с глазом на глаз, и сидишь рядом с таким топ-лидером, и вообще можешь спросить, за что... Мы очень много для себя подчеркнули, вот, очень много информации получили, особенно на бизнес-дне, да, на бизнес-дне, про бизнес-день нам расскажет Ксения, сейчас я немножко выключаюсь, но хочу сказать, что, Ирина, спасибо огромное, что ты приехал, ты зарядила у нас такие энергии позитивом, и мы уже как-то только уехали, мы уже все, работа кипит, мы уже понимаем, что должны двигаться вперед-вперед и не останавливаться на достигнутом. Вот, я, да, две планерки было, первую планерку мы выбрали специально, чтобы рядом был детский комплекс, где могли оставить ребенка, а сами заниматься работой, и вторая планерка была у нас еще совмещена, кстати, с днем рождения Наташи Макаровой, что у нас так удачно сложилось, вот, мы ее с днем рождения поздравили, рабочий момент обсуждали, сделали приятность полезную, скажем так. Ну, я передаю слово Ксении, спасибо. Всем привет! Как меня слышно? Видно? Пожалуйста. Хорошо, здорово. Я присоединяюсь к словам Лили, действительно, эти дни пребывания Ирины в Уфе, они были значительным событием для нас. И я бы хотела поделиться с вами тем, как прошел бизнес-день, это второй день, тренинг Ирины оффлайн, мастер-класс. И поделиться не просто формально, а с точки зрения своего видения, как полученная информация повлияла на меня, на девочек из команды, какое пришло понимание сути бизнеса, как вообще реагировать на события, которые происходят, как корректировать их, как общаться эффективнее. И, конечно же, еще раз хочется поблагодарить Ирину за все старания для нашей команды, для нашего роста. Ирина — отличный спикер, мотиватор, просто прекрасная женщина, потрясающая, которая своим примером вдохновляет и нас на развитие. Спасибо. Поставьте плюсики, кто со мной согласен? Ирина у нас супер! Да-да-да-да-да! Здорово! Девочки, а слайды будут? Или они не загрузились? Если слайды получились, то можно ли первый слайдик? Так, ладно. Мы встретились... Вот, слайды пошли. Так, 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 так. Мы встретились в сервисном центре города Уфа, и в нашем распоряжении был большой зал. Пока шла подготовка, мы все пришедшие партнеры знакомились между собой, общались и фотографировались. Если бы слайдик загрузился, да, там была фотография, мы приходили, фотографировались, наши эмоции. Я тут же на слайдах третий день, конечно, прошел. Сейчас перемотаемся, все нормально. Знаете, хочу сказать, что то, что мы собрались все вместе, это очень важный момент именно в командном развитии. Потому что мы... Нет, не загружала, я тебе скинула. Ну, ладно. Этот день, когда мы все встретились, это был важным моментом для нашей команды. Потому что мы стали друг другу роднее, наши отношения стали теплее. И, знаете, хочу сказать, именно вот так на бизнесе строится дружба. Так, я не умею. Где это? Подскажите мне, пожалуйста. Может, как-то тут демонстрация экрана может сделаться? Я бы просто открыла и показала. Ну, ладно. Потом покажем тогда в конце, да, наверное, загрузим. Просто пролистаем эти фотографии, потому что они прикольные. Когда начался уже сам мастер-класс, Ирина рассказывала о себе, о своем становлении как лидера. И, честно признаюсь, я просто в шоке, как люди идут к победе. Вместо того, чтобы все бросить от трудностей, Ирина только становилась сильнее. Знаете, это своего рода инструкция. Как быть гибкой, как уметь вариативно мыслить, как выходить из любой ситуации. Это вот человек, который рос, который побеждал, который шел вперед вообще, несмотря ни на что, вопреки всему. Это меня очень впечатлило. Я для себя это отметила. Так. Получилось, нет? Угу, точно. Далее Ирина провела ликбез. Как ухаживать за кожей? Как выбирать средства? Мы прошли тест, узнали, что же мы делали неправильно. И как максимально полезно начать пользоваться уходовой косметикой. Признаюсь честно, вообще просто стыдно. Видела тонну ошибок, что же я делала не так. Я уже стала это исправлять. Девочек, которые были на этом тренге, тоже появились выводы. Не просто для галочек они стали лучше, правильнее ухаживать за собой, а по всем правилам. Потому что наше лицо – это лицо компании. Это личный бренд. Мы должны выглядеть на 100% классно. И поэтому вот этот момент тренинга Ирины – это был очень для нас важный, важный момент. Очень значимый для нашего роста. Еще Ирина провела уникальный тест «Эффективность работы», где мы 12 пунктов этого теста оценивали по баллам. Результат в процентах – это и есть наша эффективность. Тоже не буду говорить о своих результатах. Я этот тестик провела буквально сегодня утром, потому что я снимала на камеру, и я не могла тогда писать на тренинге. В общем, теперь я анализирую свои действия. Почему мой график в режиме нон-стоп, оказывается, не приносит желаемых результатов. Нужно планировать, нужно иметь расписание, нужно уделять внимание отчетам лидеру. Вот помните, мы с девочками говорили, давайте будем просто болталку скидывать отчеты. Это не такие отчеты, как в социальной работе. Вот, давай, начальник, слава отчет. Это прежде всего итог. Спасибо, классные слайды загрузились. Вот про отчеты хочу сказать, что мы подводим итоги прежде всего для себя. Мы в этих итогах по нашим действиям в рекрутировании, в работе видим, что мы делали не так, что нужно поменять, что нового ввести в ежедневные действия. Это просто классная информация, это тест есть на видео. Здорово, что все это сохранилось, мы будем им пользоваться. Причем вся информация, преподносимая Ириной, она такая гладкая, вот она вот прям ложится в мозг, ты ее понимаешь, усваиваешь. Она сказана простыми словами. Это здорово. И вот, да, после тренинга я поняла, что план, который нужно писать, он перерастает в конкретные шаги. Шаги ведут к определенным целям. А цели — это все то, ради чего мы делаем наш бизнес, ради того страстного желания, ради которого, по идее-то, мы и живем. Я живу, я про себя сказала. У меня пришло понимание, зачем план, это цели, это для нашего желания. Если этого нет, все наши шаги просто напрасны. И у девочек в моей команде уже пошли регистрации. Увеличилась личная мотивация, выросло умение кратко говорить по сути, доносить суть информации о бизнесе. Очень рада, что девочки пришли на тренинг, на встречу с Ириной. Почти что 100% моих девчонок пришли, очень рада с ними познакомиться была. И всем-всем-всем вообще желаю сложить свой пазл, понять, что, как, для чего делать. В общем, удачи всем. Спасибо еще раз. Всем-всем-всем, пока-пока. Дальше Лия Шерипова расскажет, как мы на следующий день общались с мамой Ирой. Из песни, да, наверное, поняли. Мама Ира, давай-давай, классная песенка. Аня, спасибо за такую клевую песню. Лия, тебе слово. Пока. Так, слышно, да, меня? Девочки, меня слышно? Нет? Ага, все. Так, ну я расскажу вам, как у нас прошел третий день наш. Ресторан вообще был очень красивый. Ой, сейчас камеру приставлю. Яркий вообще. Ну, девочки молодцы, выбрали самое такое место. Такое же ярко, наверное, как наша команда. Сначала фотосессия у нас была. Вот слайда не очень грузится хорошо. Но, наверное, видно, вот как все красиво у нас. Вот, пофотографировались мы. Потом дальше. Потом дальше сделали дорожку. Вот там на слайде видно, что дорожка у нас идет. И мы все, каждый подходили по этой дорожке. На нас там блестки. Все-все-все сыпалось. Вот как звезда. Идешь, всех упусть. Потом дальше вот там тоже на слайде видно. Мы друг другу комплименты говорили. Тоже вот такая программа хорошая была. Девочки молодцы. Все приготовили. Все так шикарно сделали. Кто-то получил комплименты от Ирины. От нашей. Дальше. Ну, дальше мы вот это все сделали. Сели за стол. Так, Аня. Аня у нас написала за ночь три песни для нашей команды. Вообще так хорошо пела. Такой голос у нее шикарный. Слушали, прослушивались. Вообще, ну, здорово. Прям слезы на глазах у многих были. Да, она. И песню такие слова подобрала. Ну, я прям в шоке была, что за одну ночь можно было написать три песни. Такой текст, такие слова прям за душу брали. Вот. Так, дальше мы... А, потом выходили девочки у нас с каждым званием. Ирина всем вот такая. Танцевали мы там. Песни пели. Стол у нас такой шикарный. Вообще. Вот. Дальше у нас вручение было. Ни один человек у нас как-то из подарка не ушел. Ну, Ирина всем подарки подарила. Вот, вручали нам всем подарки. Каждый свое слово сказал. Так. В общем, ну, все здорово было. Все классно. Так, сейчас. Ну, этот слайд не надо было. Вот. Ну, вообще, очень все понравилось. Все было на эмоциях. У нас до сих пор эмоции зашкаливают у девочек. Ну, я считаю, что вот такие мероприятия надо всегда проводить. Потому что именно на таких эмоциях потом работу сам. У нас каждый день сейчас идут регистрации. Каждый день по один, по два человека мы делаем регистрации. Вот. Ну, много вообще очень всего полезного. От Ирины мы узнали столько полезной информации. То есть, если сейчас кого не было там с нами, я все это выкладываю, девочкам все рассказываю. Вот. Ну, и вообще очень все понравилось. Считаю, что и банкет, ну, не лишним был. Всегда вот надо такие встречи делать. После них эмоций очень много. Да, эта встреча, кстати, вот Гиля пишет, сплотила команду. Да, мы все, кстати, друг друга увидели вживую, наконец-то. А то все время все сидим в компьютере, в компьютере, онлайн. А то вживую встретили, друг друга познакомились. Ну, как бы вообще вот очень понравилось. Ирина, спасибо, что ты приехала. Что вот не так все встретились. У меня камера, да, вот не знаю, куда ее поставить. Вот сюда, наверное, вот. Вот так видно, да? Ну, вот что хотела еще сказать. Ну, именно на таких эмоциях у нас как бы сейчас очень много идет регистрации. Поэтому я считаю, что нам надо почаще встречаться. Как Ирина говорила, каждое закрытие каталога встречу делать. Ну, и спасибо девочкам, которые подготовили для нас программу такую сделали. Все бы у нас там, программа такая классная была. Виле вообще молодцы, тоже зажигали там. Ну, что еще хотела сказать. Аня, спасибо за песню. Такие, ну, вообще понравилось очень. Да. Ну, вот все, наверное. Дальше слово Ирине передаем. Спасибо, девочки, за ваши эмоции. На самом деле, большое спасибо всем организаторам, потому что все участия принимали какое-то участие в программе. Отдельно Аня Ахмерова и спасибо за ее песни. Наверное, скоро надо выпускать ее диск и туда включить в Сочи. И, ну, просто потрясающие мероприятия были. И вот, вы знаете, кого мы не спрашивали, у нас было несколько человек, 15, наверное, к кому мы упустили не с нашей структуры. То есть, попросились лидеры, продали, скажем так, билетики для того, чтобы, опять же-таки, в команду вложить деньги, купить какие-то банкеты удобные. Почему пропадать? Тем более, у нас вход был немножечко там открытый, люди слушали. Так что мы, как бы, сделали еще приятное команде. Что еще хотела бы сказать? У нас, вот сколько бы людей не спрашивало, то есть, почему и консультанты с нашей командой, и кто-то гости. Все говорили одно и то. Их впечатлил очень тест. Тест по уходу за лицом. Этот тест был разработан мной где-то 10 лет назад, когда я только начинала работать, скажем так, фундамент закладывался. Раньше буквально ни один мой клиент, ни один партнер, ни один новичок не проходил, ну, все проходили через этот тест. Он сначала выглядел вручную, сначала просто проходил, а потом вручную. Были шаблоны, потом мы сделали его на командном сайте. Там немножко ошибки были, потом уже там что-то сайт не стал его показывать, тест. Но потом я сделала сейчас его в виде слайдов, и мы запустили, я начала объяснять. Сейчас мы с вами его пройдем, потому что на самом деле у многих буквально посыпались жетончики, и люди уже, ну как вот, женщины по-другому стали воспринимать. Так, где начало теста? Прежде всего, да, надо понимать, что мы можем на 80% старения кожи повлиять, да. Кроме того, вот это направление, которое ведет компания, то, что в течение ближайших уже фокус 5 лет, 10 и 20 лет развития компании. У нас была потрясающая планерка, которую Наталья Мастюгина проводила, ей давали информацию с Москвы, то есть тоже рассказывалось больше, да, направление, что будет, что у нас красота изнутри. Вот это вот тренд, красота как образ жизни, и очень большие инвестиции во всем мире будут вкладываться в серии по уходу за лицом. То есть это тренд, это направление будущего, да, и оказывается, как оказывается, что неважно, у вас пусть даже эта серия будет, можно и самой дешевой серии сделать эффективно, чтобы максимально была эффективность, и наоборот, и максимальной такой супер дорогой серии убить серию, что она у вас не будет работать. Что же влияет? Итак, компания Reflame у нас не просто косметика, да, она косметика, которая тестируется, 150 клинических тестов проходит в нашей компании каждый год. Вот это о том, как эта серия влияет через месяц, через два, через три, может быть, через год, то есть это тут клиническое тестирование, это очень дорогого стоит. Но самые большие клинические тесты, скажем так, мы проводим на себе. В компании Reflame я уже почти 15 лет, и у меня есть фотографии, которые я выкладывала, да, то есть как кожа раньше выглядела, как она выглядит сейчас, первые признаки старения, проблема, вот посмотрите, там 12 лет назад у меня всегда кожа была с покраснением, это с тональным кремом, то же самое, темные круги, все то же самое были, носогубные складки, они уже образовывались 24 года, то есть все равно вот эти вот показатели. И как сейчас сохранилась кожа, в принципе, да, естественно, мы все с вами стареем, становимся старше, но тем не менее, все равно, как бы, вот то, что вот ежедневный комплексный уход, он позволяет действительно сохранять молодость нашей кожи. Я не отрицаю то, что, может быть, через какой-то там 5-10 лет я буду так же, как и многие, делать какие-то волшебные уколчики красоты, там, что там будет в тренде через эти годы, я не знаю. Но пока мне хватает нашей только косметики, я ни разу не ходила еще в косметологу, да, наверное, это тоже плохо, пора начинать. Деньги есть, но как бы мне, ну как бы, ну не ходила и, в принципе, пока этого как бы не хотелось, может быть, уже и пора. Вот, но я знаю те фишечки, которые позволяют нам действительно любой серии сделать большой эффект. И вообще, по статистике, 80% женщин неправильно используют средства по уходу за лицом. 40% женщин, думая, что они хорошо ухаживают за лицом, наоборот, делают так, что вызывают преждевременное старение кожи. А крема у 90% женщин работает только на 30-50% от настоящего действия, только так, чуть-чуть. Так вот, почему это происходит и как увеличить эффективность как минимум в 2 раза, а может быть, даже и в 7 раз. Девочки, вот те, кто в курсе, вот кто уже в теме, пожалуйста, не отвечайте, да, особенно те, кто прошли это мероприятие. Как вы думаете, вот расставьте топ-5, вот как через циферки, через запятую, самые омолаживающие средства для лица. Вот как вы чувствуете, что это самое-самое омолаживающее средство, пожалуйста, напишите цифру. То есть, например, цифра там 5, да, самое омолаживающее средство, потом из них идет там 2, потом из них идет 9 или наоборот 8. 3-4 цифры самых омолаживающих средств, пожалуйста, поставьте. Как вы думаете? 3-4 самых омолаживающих через запятую. Поставьте средство. Вот как бы, как вы считаете? Самое омолаживающее средство. Вот здесь написано 9. То есть, например, первая капсула, второй тоник, третий скраб. Первое, второе. Пятое, ночной крем, вот, например. Опять же-таки, ночной крем, потом скраб, 8 сыворотка и капсулы. Вот, в течение этого сегодняшнего теста я вам отвечу на вопрос, и многие из вас будут удивлены. На самом деле, все, кто-то считает, что там, например, ночной крем. Нет, ночной дневной крем это не омолаживающее средство, абсолютно. С чего начинается само, вот, именно омоложение, да, восстановление кожи? Это, это, это очищение и это скрабирование, это подготовка нашей кожи. То есть, очень часто, вот, смотрите, сейчас я вам посоветую взять, написать две бумажечки, да, бумажечку, и, может быть, даже отмечать, отвечать здесь. Но бумажечки делать, потому что следующий ответ у нас будет количество баллов. То есть, мы так же, как у вас, у нас есть тест по эффективности, мы будем делать то же самое. И к этому же тесту, потом у вас будут слайды, вы также можете делать индивидуальные планерочки с вашей командой, с мини-командой собирать. Потому что, как показала практика, казалось, этот тест просто феерический, да, фурор произвел бомба. Итак, очищение кожи вы делаете при помощи, а, мыла, б, специальных очищающих средств, в, для век, одно очищающее средство, для удаления глаз другой, да. Вот смотрите, да, вот, самое губительное, да, минус, я даже не просто, там, если все ответы были, там, 0, там, от 0, от 1 до 10, то, вот, мыло, это самое разрушительное, разрушительное свойство, преждевременное старение, оно просто убивает нашу кожу. Оно щелочное, оно делает так, что, понимаете, если ваша кожа жирная, а вы пытаетесь мылом ее как-то очистить, то просто мыло из-за этого кожа, видя, что убивает, убивает ее жир, она еще больше, она еще больше пытается сального секрета выбросить, да, она борется вообще, то есть, это то же самое, что вы будете, либо там, в духовку лицо, там, засовывать, либо, давай, на мороз, и так далее, да, постоянно стресс, стресс, стресс вашей кожи, естественно, наша кожа подстроится, она все сделает так, чтобы защищать, восстанавливать, но вы ее просто убиваете, да, идеал, конечно, это В, когда вы делаете при помощи ощущающих средств, там, ватным диском, вы снимаете, да, но это, опять же, не совсем комфортно, многие просто, достаточно нашей умывашки и умываются, но помните, что, когда вы используете просто умывашку для лица, в том числе и для глаз, конечно же, ваши веки, ваша кожа будет страдать, да, потом, если вы будете использовать ночной крем вокруг глаз, вы немножечко будете восстанавливать, но, тем не менее, все равно, конечно же, убиваться кожа ваша будет, поэтому, все-таки, лучше всего, когда и для лица одно очищающее средство, а для век мы используем другое, вот, а следующее, как часто проходит очищение кожи при помощи очищающих средств, а не только умывание простой водой, не всегда, только, когда нанесен макияж, один раз в день снятия косметики и два раза в день, у нас очень много мамочек в декрете, которые, в принципе, дома не красятся, да, и, ну, можно там и через день можно умыться, да, как бы, ну, макияжа нет, вроде бы ничего страшного это бывает, так вот, за этот период кожа больше всего убивается, почему нужно еще и утром второй раз очищать кожу при помощи очищающих средств? Как мы знаем, вот такой принцип, я всегда рассказываю про сковородку, жирную, можно ли жирную сковородку отмыть просто горячей, тепленькой, чуть тепленькой, прохладненькой, как на лице комфортно водичкой, сковородку можно отмыть с жиром, с маслом, нет, да, для этого нужно сначала очищающие средства, фэри, что-то такое типа, да, чтобы этот жирок смыть, почему именно очищающие, потому что мы на ночь мы используем с вами, как правило, не только наш жирный сальный секрет, но еще и крем, крем вместе с пылью, грязью, с подушкой, вот это все, все, оно вот, это осталось на лице, это как бы прогорклое вот это вот масло, представляете, если это не очищать, просто-напросто бактерии будут размножаться, а если вы еще, сверху там раз-раз-раз пудрочкой, там еще сверху там каким-нибудь кремиком, вы представляете, сколько бактерий, сколько кожи достается всего, а потом, почему это у меня вдруг аллергия на что-то, на крема, у меня на все аллергия, у меня чувствительная кожа, да просто хердык вашей кожи происходит, нет очищения два раза в день, вот оно и происходит, то, что дальше вы что-то там накладываете, вот самое главное, это все-таки второй раз еще и утром умывать кожу, далее, как часто вы пользуете тоником, да, кто-то покупает серик, он есть, но чаще всего они пользуются, стоят, потому что это же надо время, нужно нанести на тампончик, нужно протереть, тоник есть, но пользуюсь иногда случая к случаю, всегда после очищения кожи, специальными очищающими средствами два раза в день, и г, всегда после очищения кожи, после масок, скрабов, и так, да, для чего нам нужно, а вы не забывайте себе помечать баллы, не забывайте на листочке выписывать, пишите плюсики, плюс-минус, так вот, тоник, что нужен для того, у нас все-таки, когда мы очищаем любыми очищающими средствами, у нас остается на лице ферри, ну, образы, да, чтобы было понятно, и нужно все равно немножко его убрать, дочистить, убрать. Второй момент, тоник освежает лицо, он немножко приоткрывает поры, он действует так, что следующее средство, крем либо сыворотка, потом глубже пройдут, тоника нет, крем может частично остаться на поверхности, тоник больше смачивает ваше лицо, делает более мягким, то есть у него совершенно другая функция, подготовить ваше лицо перед нанесением дневного крема, ночного, либо сыворотки, либо, ну, специальных средств. Вот, дальше, следующий момент, да, у нас есть скраб, вы об этом слышите, да, как вы часто пользуетесь скрабом? Не пользуетесь от случая к случаю, один раз в неделю, два раза в неделю? Ответь себе, пожалуйста. А может быть и напишите, да, ответ здесь. Смотрите, тоже одна из самых распространенных ошибок, да, когда, вот, самое омолаживающее средство, когда мне спрашивают, вот, мне нужно самое омолаживающее средство, самое обмолаживающее средство, это будет первое, а, аппарат для очищения кожи, второй, обновленный скраб для лица. Если они используются вообще вместе, это будет просто бомба, это сразу. Я объясняю, почему. Такой вот пример, представляете, ковер с длинным ворсом, вы купили крем, попробовали, нанесли супердорогой крем, крем проникнуть в основание ковра? Нет. Почему? Потому что мешает ворс. Так вот, если вы ворс острижете, уберете, отполируете, то есть расстояние будет близко, да, и вы нанесете кремик, вероятность того, что он проникнет, будет глубже. Очень часто у нас одна из самых распространенных таких вот возражений, фу, ваш крем какой-то такой, он у меня скатался на коже. Вот слышали такое возражение, ой, какие-то крема, они у меня скатываются на коже. Вот слышали кто-то? Да. Так вот, на самом деле, когда крем скатывается на коже, это просто ваш крем, суперкрем, он, вот эти неровности, вот эти вот чешуйки, которые они просто старая кожа, которые нужно давным-давно было убрать, она осталась на поверхности, она вот такая, вот слой кожи, а вот здесь буграми где-то все это кожа осталась, крем, он ее промокнул, смягчил, и эта кожа просто скатывается, она убирается при помощи крема. Если у вас такое происходит, это означает, что просто чувствуете, все быстро, идите в ванну, возьмите свое очищающее средство, возьмите скраб, умойтесь, наконец-таки хорошо очистите кожу, там спонжиком, губкой для макияжа, все что угодно, а потом вы наносите крем и так далее. Просто крем размягчил вот этот вот грубый, неправильный, ну вот, короче, вот этот вот слой, потому что, а смысл дальше использовать крема, они просто не будут с вами у вас работать. И если у кого нет аппарата, еще для кожи, номер один поставьте себе в список, плюс скраб, он вообще творит чудеса. А тоже как часто, вот смотрите, еще один момент, если у вас сухая кожа, нормально сухая, достаточно одного раза в неделю, если у вас жирная комбинированная, пожалуйста, два раза в неделю, но не делайте чаще, потому что, опять же-таки, к коже привыкнет два раза в неделю, если вы делаете чаще, кожа будет вырабатывать все больше и больше клеток, что-то делать, да, потому что она видит какой-то стресс, да, нужно ей будет восстановить. У меня только один скатывается, как не очищала True Perfection дневной. Я не знаю, попробуй еще раз с утра очистить кожу и нанести. Вот у меня у самой было такое, были такие изредка моменты, это в основном, когда летом. Летом у нас, что кожа скатывается с вами, вот бывает такое, причем скатываются они, как правило, вот где-то вот здесь, вот здесь, да, где плохо очищено лицо. Попробуй вот в следующий раз прям глубоко очистить, вот прям хорошо очистить кожу, нанести крем и посмотри, какая будет реакция. Потому что крем скатывается, это наша не крем самка скатывается, а именно кожа. Крем просто глубоко, а почему именно True Perfection может быть? Потому что он увлажняющий, он максимально увлажняет, он как раз таки, он, ну, вот эту сухую кожу, он увлажнил, и вот она у вас ушла. Вот. Посмотрите, еще раз просто очистите, потому что если крем, ну, на очищенную кожу. Так, пользуетесь ли вы кремом для век? Нет, да и так далее, да, там ответьте себе на вопросик, да, пожалуйста себе, да. Вот опять же таки, очень часто одна из самых распространенных ошибок, женщины, когда выходят на улицу, там, часто, чаще всего просто крем намазались, тем же самым кремом, да, даже из крем для век и побежали. Больше всего губительно, когда женщины летом, либо идет мороз, либо летом прям жарко, говорит, пусть моя кожа отдохнет. И вот, вот такие вот отдохнувшие берут минимум всего там средств, да, еще и козырек не одевают, либо очки, вот она кожа у вас отдыхает. От чего отдыхает кожа? Да это вы за ней ухаживали, у ее холи, лилели, да. Кроме того, когда мы говорим, что у нас есть специальный крем кожи для век, крема кожи вокруг век, она одна, кожа на лице другая, на теле у нас совершенно третья, и формулы разные. И чаще спрашиваешь, а возраст женщины выдают что? Отвечайте, морщинки. Ухаживайте за кожей вокруг глаз? Нет. Кстати, еще один момент, да, у нас есть еще маски, можно делать маски для век. Для этого вы используете, слышали, маски для кожи вокруг глаз? Кто слышал? Вот смотрите, вы берете вот такой вот бочоночек наш, вот такое средство, да, Наташинка у нас спец, у нее даже видео есть, вы берете и накладываете, вот так вот набираете, толстый-толстый слой, буквально минут на 15, 10-15 минут. После этого вы прикладываете обычную салфетку, туалетную бумагу, и вот прям хорошо приложили несколько раз, чтобы вот это вот все у вас убрать. Маска, да, ни разу для век, вот, вот, вот эти места, вот оно, вот здесь вот. Ни в коем случае не накладываем сюда, вот, вот на вот эти вот точечки. Также любой дневной, ой, любой крем для век вы берете и также кладете плотным, толстым слоем, после этого мы убираем. Как часто вы пользуетесь дневным кремом? Не пользуюсь от случая к случаю, постоянно бывают дни, но не всегда, да, дневной крем. Опять же говорю, что кожа быстрее всего стареет, да, восстанавливающие средства, это как раз-таки восстанавливающие, это как раз-таки крема. Так, точнее, как, простите, еще раз, у нас топ-чат переехал в Телеграм, переехал чат Новосибирска, Дальнего Востока, я смотрю, пошли сообщения, уже теряюсь. Так вот, я еще раз говорю, мы защищаем наше лицо от преждевременного старения при помощи нашего крема, поэтому очень важно его использовать. Отметьте, пожалуйста, себе баллы, вот, тем более, если вы уходите на солнышко летом, так это вообще, да, то есть нельзя выходить на солнце, потому что, опять же, если вы хотите сохранить молодость вашей кожи. Далее, после дневного крема вы приступаете к макияжу сразу, подождав 15 минут, подождав 15 минут, промокнув салфеткой, или подождав 15 минут, обязательно припудривая, нанося тональный крем. Напишите, пожалуйста, в буковке, какие вы здесь ответили. Чтобы я сама понимала, знала. Конечно же, в идеале, потому что, в идеале, конечно же, промокнуть лицо, промокнуть что-нибудь. У нас есть, например, специальные матирующие салфетки, чтобы у вас не было парникового эффекта. Вот здесь, вот, я чуть позже, так же, как и дневной крем, так же, как и ночной крем. Нужно его использовать, вот прям минимум-минимум, чтобы растянуть все лицо. Нельзя делать парниковый эффект. Представляете, когда вы пошли в сауну, да? В сауне вы можете день находиться? Нет, там буквально 15-20 минут, потом вам будет дискомфорта. Вашему лицу будет тоже дискомфортно, если вы перекладете дневной, либо ночной крем толстым слоем. Поэтому промокнули, крем впитался, ой, точнее, впитался, промокнули, убрали, потом припудрили и нанесли тональный крем дальше. Чтобы у вас не было там толстым слоем. Опять же-таки, возможно, когда у вас, у кого крем скатался, вы нанесли даже слишком толстый слой. Тоже что-то с кожей не так происходит. Вот. Дальше. Как часто вы пользуетесь активатором сывороткой-капсулами? Никогда, случай-случай, всегда под ночной, под дневной крем. У нас есть очень много сывороток. Это вот как раз-таки самое мощное омолаживающее средство. Относится, опять же-таки, к этому, да. Сейчас самое из всех, самое крутое, да, это сделали капсулы. Как ими пользоваться? Вот, например, у меня была поездка, да, все-таки вот поездка, ну, как разный климат, на поезде сутки туда, обратно, бессонной ночью. Мы с девчонками ложились уже далеко за полночь, просыпались рано, потому что нужно много было делать, делать день, да. Не всегда мы пили воду, как правильно, там каждый час, потому что вот перемещались, да, у нас были активные действия. Так вот, в этих случаях, да, вы можете неделю, либо две на ночь, либо как самостоятельное средство, но все-таки под ночной крем, под ночной крем. Потому что функция сывороток, либо капсул, это масло, оно берет с собой, знаете, как транспортное средство. Транспортное средство может, оно все равно поедет, доедет в глубину кожи, но оно также может взять пассажира одного в двух, трех, пять. То есть, там содержатся аша-кислоты разные, есть, да, также вот сейчас вот это, это вот, они мельчайшие, они, в общем, они могут проникать очень глубоко. Вот как можно глубоко проникнуть, они есть. То есть, вот сначала почему наносится вот этот вот активатор-сыворотка, она идет, и дальше, когда мы крем туда кладем, значит, мы своих пассажиров сажаем в этот активатор, и они просто туда глубоко доезжают. Без него они также доедут, но только на поверхность, на поверхности. Вот зачем, в принципе, и это нужно, да, вот как бы, это просто такой вот пример, который говорил Светлана Назарова, косметолог России. Мне он запомнился, и после этого я, как бы, всегда у меня, знаете, ассоциация с этим. Далее, как часто вы пользуетесь ночным кремом? Не пользуюсь, от случая к случаю, ну, понятно, здесь вы сами отмечаете, как у вас получается. Опять же-таки, если бывает так, вот что мне, вот времени нет, вот что, лучше дневной, либо ночной, как вот, как восстановить кожу? Так вот, лучше всего, конечно, обязательно нужен дневной крем, защита от ультрафиолета, от всего, от грязи, пыли. Ну, ночной это уже, как бы, восстановить нашу кожу нужно. Далее, после нанесения дневного, ночного крема, вы ложитесь спать сразу, подождав, там, 10-20 минут, подождав 45 минут, промокну салфеткой лицо. Очень часто девочки, кто ухаживает за лицом, ложатся сразу, вот, почему нельзя ложиться сразу? Вы видите, все вокруг, я сразу посмотрела, там, пыль у нас везде есть, нормально, ну, это понятно, да, что буквально несколько дней прошло, уже все, уже пыль покрывается. На ваших подушках пыль скапливается постоянно, вот, а когда вы ложитесь, вот, понимаете, что у вас крем, он еще не впитался, выложитесь, бобух, и вот эта вся пыль, она сразу поднимается, прилипает к вашему лицу, а всякие там активаторы, просто еще кто, они доставляют глубоко в подушку, в вашу кожу. Да, ну, понятно, вы можете еще вытереть свой дорогой крем, смысл, да, того, что только что нанесли, то есть он неустойчивый, конечно же, в идеале, опять же таки, промокнув салфеточкой, это в идеале, конечно, либо вы тонко наносите слой, чтобы не промакивать, то есть настолько, что вот прям дозировано, чтобы вот просто вот еле-еле разнести. И опять же, не забывайте, что лицо женщины у нас начинается вот отсюда, то есть вот отсюда полностью все, вот, вот эта зона декольте протягивается, это ваше лицо, у кого-то оно начинается вот отсюда, то есть смотрите сами. За кожей шеи нужно ухаживать очень тщательно, вот, например, у меня проблем в том, что я либо лежу, либо сижу, и у меня постоянно, кроме того, шея длинной, у меня это, как оно называется, что от мамы, это генетически у меня, вот, как оно там, Венер, два кольца, и вот сколько они ухаживают, кому-то повезло, а вот у кого длинные шеи, часто бывает вот это вот двойное кольцо, то есть здесь нужно постоянно все-таки ухаживать, увлажняющие, да, то есть надо, да, очень заботиться, да. Еще раз про парниковый эффект, если вы переложили крем, то значит, девочки, парниковый эффект, он делает преждевременное старение для вашей кожи, то есть это важно знать. Как часто вы используете маски? Крайне редко, один раз в неделю, два раза в неделю, более чем двух раз в неделю, у нас есть такие фанатичные женщины, которые более двух раз в неделю делают, опять же-таки, коже это не надо, она просто уже, она кайфует, она халява, зачем вы вместо нее все это делаете, оптимально, конечно же, это два раза в неделю, в принципе, достаточно одного раза в неделю. После скраба или маски надо пользоваться тоником, да, вы делаете сначала очищение, умылись хорошо, умыли аппаратом, далее нанесли масочку, то есть убрали вот этот вот лишний верхний слой, нанесли, сделали масочку, после того, как масочки тоником протерли, убрали остатки очищающей вот этой вот маски, потому что, вот смотрите, когда вы делаете маску, вы наносите плотным слоем, вы делаете наоборот парниковый эффект, вы вообще там чуть ли не там не пол тюбика, ну, во всяком случае, четверть тюбика всегда маски надо вымазать, то есть плотным, толстым, толстым слоем вы делаете парниковый эффект, после этого как можно больше ваша опора открывается и идет максимальное питание кожи, да, то есть дневной крем, тонкий слой, чтобы не было парникового маска, наоборот, как можно толще, да, господи, в общем, я надеюсь, вы это запомнили. А вот вам сейчас тест, обязательно здесь отметьте, да, что на сколько времени вам хватает дневного ночного крема 50 мл, да, А обязательно ответить на 1-2 месяца, Б на 3-4 и В более 5 месяцев, да, вы можете вашему, вот вашему клиенту, если вы зададите вопрос, вам примерно будет понятно, как ваш клиент ухаживает за кожей. Вот смотрите, Кристиночка, смотрите, за 2 месяца дневного ушло, вот если 2 месяца, то это означает, что вы слишком много накладываете крема, вы как раз-таки создаете парниковый эффект, он абсолютно ничему вам не приведет к хорошему, то есть вот эта проблема, то здесь идет преждевременное старение, ваша кожа становится хреново, если, конечно, ваша кожа лица, они еще и не здесь заканчиваются, то есть в среднем, если вы на 3-4 месяца, у вас должно пожирнее, погуще, нельзя парниковый эффект делать, это преждевременное старение, если у кого более 5 месяцев, это означает, что вы купили средства, они так и стоят на полочке, у вас идет халява, самое оптимальное 3-4 месяца, то есть вот, и знаете, вот у меня почему-то интересно было такое, что я свою серию на ВЭЧ отдала на тестирование, на 2 недельки в магазин, должны девочки были попробовать, я им уже рассказывала, мне приносит сыворотка, сыворотка была новая, осталось вот столько, как за 2 недели можно убить было сыворотку, крем для век выдавлен практически весь, практически весь, чуть-чуть осталось, дневного крема чуть-чуть, совсем чуть-чуть, ну буквально там 1-6 часть, и ночного крема полбанки, вот это означает, что просто, ну вот знаете, вот такое ощущение, что просто выдавливали куда-то во что-то, это означает, что крем для век клали еще вот сюда, вот сюда, а может быть и сюда еще, еще такой момент, я не знаю, будет в тесте или нет, не помню где, смотрите, вы кладете вначале крем для век, либо дневной крем, ночной крем, вот это очень важно, сначала обязательно нужно крем для век наносить, и только потом дневной и ночной, потому что вы можете наоборот сделать так, что неправильный крем вниз, а потом правильный, смысла нет, то есть надо защитить пленкой, сначала крем для век сделать, вот, далее, вы здесь, вы себя отметили, и здесь вот фишка, я думаю, что вы все хорошо, ну правильно ответите, но это для клиента, да, вы пользуетесь по уходу за лицом, а, четырехэтапной серии системы одной косметической компании, б, очищение и тонизирование одной компании, ночной, дневной, другой, и средства по уходам из разных косметических компаний, ну здесь будет понятен ответ, наверное, сразу задаю вопрос, ну вот, когда отвечают клиенты, я спрашиваю вопрос, скажите, а что произойдет, вспомните школу химию, что произойдет, если совместить, вместе положить два случайных компонента, а может быть и три, что произойдет, произойдет взрыв, да, так вот, чтобы не происходило взрыва на коже вашей, и не было преждевременного старения, а потом спрашивается, а почему это у меня на все-все-все аллергия, что происходит с моей кожей, так вот, пожалуйста, ваша кожа, да, это вот проблема, взрыв, да, аллергия, чего происходит, потому что вы смешали несколько серий, несколько компонентов, которые с собой между, не связываются, компания Арифлейм делает так серии, чтобы вы могли очищение и тонизирование комбинировать, то есть, это одна из важных основ заменяемости, далее, вот такая фишка, с какой периодичностью вы заменяете крема базовой серии на крема помощники, либо другие серии, меняете чаще, чем один раз в месяц, у вас несколько кремов на разных серий, меняя, когда крем серия закончится, меня не систематично один раз в 2-3 месяца, и меня систематично один раз в месяц, как правильнее, да, вот, если вы, например, сейчас у нас, ну, как, скажем, новые вот эти серии на ВЭДЖ, как правильно с ними работать? В идеале, как говорят косметологи, вы даже Светлана Назарова спрашивали вот этот же вопрос, и по поводу вот клинической, вот, как они, помощников, ну, короче, менять местами, она говорит, вот когда вы серию запускаете, надо серию запускать полностью, то есть 3-4 месяца, ну, вот, скажем так, 4 цикла надо пройти с этой серии, а после этого менять месяц через месяц, то есть это будет наиболее оптимально, смотрите, фишка в чем, почему нужно заменять серию, вот, смотрите, представляете, что вы каждый день едите только одну гречку, или только одни яйца, может быть, жареные, или, например, только красную икру, ладно, у вас утром красная икря, в обед гречка, а на ужин только яйца, и все, да, все это замечательно, полезно, но в следующий момент, какой цикл это делать, да, наша клетка кожи растет примерно так, как наш возраст, в 20 лет клетка кожи обновляется через 20 лет, примерно, в 30 лет, вот как она родится, и пока она не станет мертвой, что мы ее отшелушим, умоемся, уберем, примерно 30 дней, 50 дней, в среднем цикл 50, ну, вот, для себя я отметила самое классное, это менять с первым днем начало действия нового каталога, каждые три недели, я знаю, что у меня понедельник, я очень сильно радуюсь, потому что я серию заменяю, какую серию, у меня есть три серии, на самом деле, сейчас вот такие любимки, это серия Novage для возраста 25+, серия для 35+, Novage, вот я с ней заменяю, и, ну, как скажем, у меня есть такой, знаете, есть ресторан для кожи, либо такие вот мощные процедуры, либо вот как вот некоторые укольчики красоты делают, ходят в салоны красоты, я не делаю укольчиков, никаких процедур мощных, не хожу у косметологов, но у меня есть антистресс, супер мощный восстановитель, это комплексный лифтинг-уход на Vage 40+, 40-45, 40+. Как я им пользуюсь? Я им могу пользоваться несколько дней, после, например, мероприятий, конференций, я прихожу, кожа убитая, после лета, бац, недельку я использую, потом раз, убираю, все, подальше, да, в сухое, прохладное, темное место, потом опять проходит время, опять стресс, либо мне нужно куда-то поехать, у меня в какое-то какие-то мероприятия, за три дня я начинаю пользоваться этой серией, у меня проходит мероприятие, все замечательно, а потом я обратно перехожу к своей серии базовой, которую я использую, то есть у меня это ресторан для кожи, это вот такой вот у меня эффект идет, вот, а также вы можете прекрасно совмещать, например, серию Novage с базовой какой-нибудь серией, там ромашечка, там еще какой-то, просто вот месяц, через месяц замену, вы получите потрясающе, вообще классно, ваша кожа будет там говорить, даже самая вы дешевую простенькую серию будете использовать, она такая будет, вообще классно, такая кожа сразу увлажненная, классно, другой эффект, все, чуть-чуть время проходит, 3-3 недельки, все, ваша кожа привыкла, ей там фиг, гречка, вот, и потом опять вот эти серии, вы покупаете, смотрите, как делать так, покупать лучше серии, не так сразу все, а вот так, вы попользовались серией там 2-3 месяца, там пошел цикл, к следующую серию покупаете, бам-бам, вы можете даже когда-нибудь к исходу, да, купить еще третью серию, помните, у нас серия в среднем, ее до 3-4 месяца должно хватать, то есть даже если у вас будет 3 серии, вот, вы их будете менять, как пятнашки, ну, достаточно 2-3 серии, которые периодически вы чередуете, по бюджету это то же самое, деньги те же самые, все то же самое, они у вас в течение года меняются, от перестановки сломогаемых сумма не меняется, но эффект для кожи максимальный, вот, ну, опять же таки, да, вот девочки уже говорят, отбеливающую люблю, да, вы можете, например, вот там, люцерна, либо осветляющая, кто именно осветлять кожу, например, у кого есть пигментные пятна, да, то есть на лето вы используете такие серии, сейчас ваша задача сложить все баллы, поделите на 14, умножьте на 10, я надеюсь, у вас есть уже, вы написали тесты, кто посчитал, девочки, кто посчитал, я могу еще раз вернуть, быстренько, пожалуйста, пишите ответы, я просто сейчас полистаю, пока вы считаете, первое очищение лица идет у нас, второе у нас идет, это при помощи очищающих нужно умываться еще и утром, то есть два раза в день, третье, используем тоник обязательно и после скраба масок, два раза в неделю мы делаем скрабирование, если сухая кожа, достаточно одного раза, крем для век, а у нас обязательно перед нанесением, вот-вот, перед нанесением сыворотки и крема у нас идет вот этот пункт, дневной крем обязательно ежедневно, ночной, ой, мы промокнув салфеткой, либо припудривая, нанеся тональный крем, тонким слоем делаем, сыворотка используем под ночной крем, максимально активируем наши крема и доставляем глубину кожи, ночным кремом, понятно, мы пользуемся также ежедневно, тонким слоем и подождав какое-то время, желательно там 45 минут, в идеале, да, то есть вечером свои процедуры идет, и только потом мы ложимся спать. Маски мы должны использовать два раза в неделю, либо один раз сухая кожа, серии у нас должно хватать на 3-4 месяца, если мы используем раньше, либо позже, это означает, что мы неправильно ухаживаем за лицом, и также мы используем четырехэтапную серию одной косметической компании, либо в рамках одной косметической компании мы просто дневной, ночной, меняют на примере серию Optimus, к ней вот дневной, ночной крем, пожалуйста, из другой. Кроме того, доказано, что компании, что в 7 раз эффективнее, если вы используете серии, ровно в 7 раз эффективнее серия целиком идет, если вы там комбинируете с разных других серий, делаете. Серии нужно также менять, сначала вы делаете циклом, запускаете серию 3-4 месяца, например, Экологен, именно эту серию. Optimus можно сразу менять месяц через месяц, а именно их серию на Вэдж, запускаете комплексно, 3-4 месяца она идет у вас, пока не закончилась, а потом через месяц вы ее комбинируете с какой-то другой серией. Вот, 11-й, подождите еще раз. Так, где у нас 11-й? Маски. Как часто маски? Два раза в неделю. Надеюсь, уже запомнили. Кто посчитал? Все нужно сложить и поделить на 14 умножить на 10. Так, ответчики есть. Вот смотрите, вы делите на 14, вот, например, Светлана, да, 71 делим на 14 умножаем на 10. Это получается 51% эффективности. То есть, можно сказать, что в вашей серии, вот, недостаточно, вот теряете деньги на ветер, просто выкидываете деньги на ветер. Вот, у кого больше, то есть, смотрите, если Екатерина Ганюк, 100 делим на 14 умножаем на 10, получается 71% эффективности. Вот, то есть, в вашей серии, опять же-таки, вы, это вот максимально, да, то есть, смотрите, смотрите, где вы недорабатываете. Да, если у вас, а это у вас процент, простите, это процент эффективности, да, идет, либо уже, девочки, наверное, это у вас процент эффективности уже идет, да, 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 не просто баллы, а процент, да. Девочки, посмотрите, посмотрите 100%, вот. Я думаю, что лидеры, кто уже давно в Reflame, они в тренде, они понимают, что нужно делать, как нужно делать, уже все эти тесты давно прошли, вот. Ну, а кто нет, да, пожалуйста, вы видите уже, где, где нужно поработать. Что еще, когда вы работаете с вашими клиентами, задавайте следующие вопросы. Скажите, покупать космические средства, обращайте внимание на цену, стараясь купить средства эконом-класса, покупайте крема среднего класса, покупайте только элитные серии косметических компаний, не обращая внимания на цену. Где вы покупаете? У консультантов, в магазинах, с рук, в киосках, сами выбирайте, как с вами работают профессионалы, как подбирают, берут пробники. Дальше, покупая косметику, вы обращаете на натуральный состав, всегда смотрите сроки годности, значки вскрытия, знаете, что это такое, да, выкидывайте сразу, перевизию делайте, если вот открытый у нас коробочка, да, вы смотрите, например, написано 6 месяцев, все, через 6 месяцев вы выкидываете крем, не важно, даже если вы его используете, там срок годности написано, всего там, например, 3 года, но как только коробочка у вас открылась, соответственно, баночка, все, это как банка с вареньем, через 6 месяцев нужно выкинуть, так же, как и тушь. Дальше, вы мотивируетесь, там рекламы, сами выбираете и так далее, да, вот так, ну, нужно узнать. И прописана ли у вас комплексная программа по уходу за лицом, рассчитана на увеличение эффекта воздействия косметических средств, да, на 3 месяца, на 6 месяцев, на год. Такую комплексную программу мы делаем, с учетом, запускаем по бюджету, смотрим, сколько человеку по деньгам, да, мы его запускаем в какую-то серию, мы можем подобрать маски для лица, те же какие-то крема, масочки, скрабик, можно вторую серию, как замены помощники, либо дневной, ночной с какой-то серии, мы можем туда цикличность поместить, да, то есть вот здесь мы можем отработать и сделать суперэффективную систему сделать. И ответ, да, хотели бы вы получить профессиональную бесплатную консультацию специалиста по косметике. У нас вот есть такой тест, я его 10 лет назад разрабатывала, и мы даем клиенту. И вот этот тест, он его отмечает, вот на этом тесте, и после этого мы с вами все вот это вот, вот прям садимся и начинаем проговаривать каждый, каждый, каждый пунктик. Даже если вы потратите, вот сейчас у нас тест в среднем 40 минут занял. 40 минут. Если вы отработаете 40 минут, дальше вы подберете правильное средство, вы потратите на клиента час, после того, как я вам вот это вот все рассказала, вы просто, знаете, вот как обычно мне, что мне надо? То есть человек уже не смотрит ни цену, ни что, никакой состав упаковки, потому что он мне полностью доверяет, он доверяет мне, моему внешнему виду, сколько мне лет, как я выгляжу, как я сохранила свою кожу, и соответственно, когда вот эти фишечки рассказываю, все, он мой, он мой. Так вот, помните, помните, у нас есть серия, у нас есть Wellness. Так вот, если наш клиент будет нашим клиентом Wellness, каждый четвертый месяц, три месяца подряд он покупает Wellness, а четвертый у нас идет серия на Вейдж. Три месяца Wellness, которые четвертые бесплатно баллы, у нас серия на Вейдж. Вот так вот мы с вами можем только на двух сериях, двух направлениях работать в ближайшие 20 лет. Это всегда будет в тренде, это будет всегда самый, вот, самый высокодоходный бизнес. У нас с вами есть четыре направления, это серия Кобьюти, Новый Эйдж, интенсивный ход, Love Nature базовый и Optimals. В зависимости от потребности, вы либо подбираете по бюджету, да, ну, нет денег у клиента, но вы сразу говорите о важности серии, подбираете ему базовый ход самой простенькой серии, и вы говорите чуть-чуть попозже, мы с тобой потянем все-таки получше, да. Мы можем выбрать защиту осветления, активный кислород, увлажнить, да, в зависимости от той же серии Optimus, то есть тоже бюджетная серия, но наша задача подвести клиента под серию Новэйдж, где 25-25, да, плюс первые морщинки, дальше 35-100%, клинический доказ, на 33% морщины выталкиваются, через 12 недель на 70% кожа более упругая, и запускается с нового года серия, бомба, просто бомба года, это к юбилею компании, когда ваша кожа будет выглядеть на 4 года моложе. Вот, а также у нас будут клиенты, которые говорят, я, ой, я ищу серии без парабенов, чтобы между, вот, вот, все-все, вот, без парабенов. Услышал, что модный тренд, только натуральный, только без парабенов, окей, у нас серия есть Eco Beauty, которая там, максимальное количество сертификатов, стандартов, концепция, потрясающая, да, есть, но знайте, эта серия не настолько эффективна, как на Вэйдж, это просто хорошая натуральная серия, без всего, это просто супер, с компонентами, которые начинают от того, что где они, какие семена, где они растут, чем поливают, выращивают, там, самолеты не пролетают, и так далее, да, вот, заканчивая в том, что упаковка, тестирование, хранение, эффективность, вот, но, еще раз, оно не настолько эффективно, как серия на Вэйдж, но зато натуральный, премиум класс, вот, такой у нас был тест, он был максимально полезен для всех, то есть, для него, почему-то он вызвал у всех фурор, поэтому я вам его продублировала, я думаю, что для многих эта информация была уже не новой, но, я надеюсь, что вы будете использовать эту информацию в системе, кому информация была полезна, кто для себя какие-то фишечки нашел, я планировала этот тест запустить, как раз таки, когда, давно думаю, так, 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 еще месяц назад, ладно, времени нет, доделаю, времени нет, хорошо, потом думаю, как раз к поездке, протестирую его, посмотрю, как у нас аудитория, то есть, люди, да, воспримут, партнера, а потом в команде, слайды будут, используйте их все, ну вот, на этом и на наш, наш семинар подошел, наша планерочка подошла к концу, я сейчас еще раз ставлю наше командное видео, и до встречи на вебинаре, который будет у нас завтра по рекрутингу, все, всех целую, пока-пока, пока-пока,